ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сьогодні в місті 512 ми спробимо знайти відповідь на запитання. Жінки та політика. Чи сумісно це? Відповідати будуть Лідія Ємєлєва, голова Миколаївського клубу політичної діагностики. Та Євгенія Дулько, головний арт-оптиміст Миколаєва. А також ми дізнаємося, що з цього приводу думають, власне, самі миколаївці. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У місті 512 з нами весело! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собак є современна територія Непала і Монголії. Ну, дуже дивіться. К такому виводу учені прийшли на основі генетичного анализа деревенських собак. Це собаки, які не є домашніми, а просто бігають. Черт, я просто не представляю, як настає цей момент, коли її говорять, давайте виснімо, откуда родом собака. ДА, я теж не знаю. ДАВАЙ, ПАЗАЇ, А ТЫ ОТКУДА? ОНА МОЛЧИТ, ДАВАЙТЕ ВИЯ СНЯТЬ. Нам НАТО 30 МЛЛЯРДОВ. А не брали анализы? Слова генетический анализ тебе что-нибудь говорить? Врач мне обычно такі прази говорит. Када тож хоче виманить денег у Миши, як є група американських ученых у правительства. О, щас супер новость, вообще обожаю. В Мурманске манекен в форме охранника 5 месяцев стерег мост и получал зарплату. Хорошо устроился. Вообще отлично. Знаете, как это было? Частная охранная организация, оберег, которая называется, и в Мурманске, и в Афтодор, в 2014 году заключили госконтракт, согласно которому на мосту через Кольский залив должны быть выставлены 4 поста с круглосочным вахтами. Мне кажется, что... Нашли только 3 человека, а остальные вместо 4 поставили... Оберег. Мне кажется, что... Это был оберег. Видите, объявления уже могут быть, что охранному агентству оберег нужны батюшки для сохранения определенных объектов. Для защиты от темных чар. Слушай, а может, надо и нам обратиться к ним? Тема выборов. Также актуально. Скоро выборы. Вот уже завтра мы пойдем голосовать за кого-то. Кого-то выберем. На следующее утро... Кого-то. Кого-то, кого-то. Мы же не можем говорить, сегодня день тишины. Сколько лет подряд уже кого-то выбирают. Пора бы нормального. Посмотрите, что произошло в Канаде. На следующее утро после парламентских выборов в Канаде лидер партии либералов Джастин Трюдо, победивший на выборах, спустился в метро, чтобы лично поблагодарить избирателей за поддержку. Представляете, как мило. У нас такого в городе никогда не было. Потому что у нас нет метро. А что, есть вот этот возле НКИ, там, туда можно пойти поблагодарить людей. Почему? Я не знаю, куда ты ходишь возле НКИ и поблагодаришь людей. В метро. Спасибо, спасибо. Ну, это моя гражданская позиция. Мы перейдемся с Канадой в Украину. В Киеве из-за превышения предельно допустимых норм концентрации вредных веществ в воздухе рабочий день могут перенести на 10-11 часов утра. Я еду в Киев работать. Рано. Я уже рано. Вот мне нравится так, в 8 вечера вышел себе на работку, записал перед уральчиком, это здорово. Конечно. Если погода не изменится, там что-то происходит с погодой, мы живем в Николаеве, мы не знаем, что в Киеве вообще. Главный санврач Киева будет рекомендовать городской власти все-таки перенести рабочие часы на более поздний срок. А мы кореец или китайцы, правильно? Ну, санврач. Санв, да. Врач сан. Олег Рубан. Его зовут. Рубансон. Рубансон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот, будет рекомендовать, чтобы в 11-10 часов, ну, по-моему, очень удобно, посмотрите. Да, мне кажется, его поддержат. Да. Многие СОБы. Те, кто проснется к 10-ти, скажут, я не поддерживаю. Что же, друзья, вот и все новости на сегодня.